Коронавирус далеко не единственная инфекция, которая угрожает здоровью наших земляков. В соседнем государстве Монголии зафиксирована вспышка чумы. Существует ли риск ввоза смертельной болезни в Прибайкалье и кто является ее переносчиком, сегодня выяснил Даниил Седов. Ему слова. Встреча с Тарбаганом в Монголии не редкость этих сурков можно назвать хозяевами степей соседнего государства. А еще эти млекопитающие являются национальным блюдом и вместе с ним носителем возбудителя чумы. Как раз это сочетание фактов привело к тому, что в Монголии зафиксировали вспышку смертельной болезни. Туристы в Монголии добыли и приготовили сурка. Как выяснилось, позже грызун был инфицирован. В результате житель Улан-Батора с симптомами чумы был госпитализирован, а сам очаг заражения находился всего в нескольких десятках километров от границы с Россией. Это порядка 65 километров от границы с Российской Федерацией. Здесь находится зунхентейский природный очаг чумы, который непосредственно к границе примыкает за Байкальского края. Разумеется, у Иркутской области с Монголией также есть общая граница. По ней со стороны соседнего государства расположены три аймака. Это административные единицы, аналоги областей в России. Так вот, один из граничащих субъектов потенциально опасен. Там также есть природный очаг чумы. Эти самые очаги вообще присутствуют в 18 аймаках в Монголии. При том факте, что всего их чуть более 20. Соответственно, заражение людей чумой тоже не редкость. Этим летом в Монголии уже регистрировались случаи заражения чумой. В июне в 17 регионах соседнего государства зафиксировали более 130 случаев инфицирования, в том числе и на границе с Россией. И тогда, как и сейчас, чума передавалась человеку от мяса животных, которых употребляли в пищу. Все эти случаи специалисты Иркутской области и соседних регионов просто не могли проигнорировать. На пропускных пунктах в Прибайкале сейчас действует специальная программа «Санитарный щит». Ее задача – исключить факты ввоза чумы на территорию региона. Тем не менее, риски заражения есть. Полностью исключить все риски завоза чумы на территории Иркутской области из Монголии сложено. Я уже сказал, что это 45 природных очагов. Только два аймака у них свободны от чумы. Когда уже происходит заражение, уже не от зверяка, от сурка, скажем, или от суслика, а от человека к человеку. То есть вот это очень опасно в плане эпидемического распространения. Именно поэтому все туристы, которые едут из Монголии в Иркутскую область, проходят обязательный санитарный контроль. Если у человека есть симптомы смертельного заболевания, его отправляют на карантин. Даниил Седов, Павел Рютин. Новости по будням.